Привет, друзья! Всем привет! Мы приветствуем вас на канале Miss Danger, и с вами снова Мария Ёшики и Полина Куин. И сегодня мы хотели бы рассказать о самых торжественных мероприятиях в Лолитном комьюнити. Это Типати. Что это такое, а также какие они бывают. И, конечно, мы расскажем о Типати на премьере, прошедшей недавно рождественской Типати от Готика Лолита Фестивал. Ну, а сначала мы хотели бы поделиться с вами последними и самыми свежими новостями. Самая главная и неожиданная новость для нас. Очень мы были удивлены, когда узнали. Особенно после того, как выпустили предыдущее видео. Это то, что нас одобрили на следующий ArtFlection. Почему мы удивлены? Потому что, как мы и говорили в предыдущем видео, если вы его не посмотрели, посмотрите обязательно. Зачастую мастера меняются на ArtFlection, поэтому мы подали заявку, но не рассчитывали, что нас одобрят. Тем более, следующий год, вот наступивший, точнее, для ArtFlection юбилейный, обещают быть самым торжественным, красивым и вот это вот всё. Вторая новость — это то, что у нас стартовал долгожданный предзаказ на платье Heavenly Bones в Китае. И это последний предзаказ. Мы, правда, больше не планируем выпускать эти платья. А то мы... Обозримые несколько лет, точно. А то подумайте, что мы немножечко известная ювелирная компания, которая только обещает, что закроется. А потом всё равно выпускает, да. Этот дизайн будет доступен в виде топов и толстовок, но именно в виде платьев мы его больше выпускать не планируем. Почему? У нас впереди большая очередь из релизов, и нам хочется все наши идеи вам показать. То, что у нас всегда доступен популярный дизайн, которому многим нравится, это немножечко нас сдерживает, поскольку у нас всё-таки есть некоторые производственные мощности. Ну и нам хотелось бы выпускать что-то новенькое, свеженькое, интересное и, безусловно, радовать вас. Что хочется сказать уже об этом предзаказе в Китае, хоть он открылся всего лишь несколько дней назад, это то, что... Тот факт, что это последний предзаказ, произвело такой эффект разорвавшейся бомбы, и уже сейчас платьев продано очень много. Так что, кажется, в нашем бренде грядут некоторые изменения и перестановки, связанные с производственными процессами. Будем стараться расширяться. Это, безусловно, очень хорошо. Это значит, что мы быстрее сможем отшивать заказы, а также, возможно, делать больше новинок. И новость номер три — это то, что мы примем участие в мероприятии стрит-фэшн-шоу с показом. Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге 3 февраля, поэтому, если планируете быть в Питере в эти даты, приходите посмотреть на нас. И мы будем безумно рады встрече. Итак, вернёмся к теме нашего видео. Лолитная типатия. Что же это такое? Итак, что такое типатия? Если переводить это слово с английского на русский, получается «чайная вечеринка». По сути, так оно и есть. Это яркое, пышное и красивое мероприятие, где собираются, в нашем случае, единомышленники и любители моды для того, чтобы обменяться последними новостями, увидеться, сделать красивые фотографии и просто классно провести время. Если говорить о международных типатия, обычно там есть приглашённые гости, это обычно дизайнеры какого-то бренда, частенько бывают показы. И чаще всего международные лолитные ивенты как раз проходят в формате типатия. Есть какой-то специальный гость, специальный гость выбирает лучший аутфит, подарит призы и подарки, проходит рафл в лотерею по-русски. Ну и вот что-то в таком духе. Поэтому это прекрасная возможность увидеться с тем, кого ты знаешь только по интернету либо всегда мечтал познакомиться. Если говорить о типатии в России, то наш формат безусловно похож на международный формат, так как это классическое мероприятие для поклонников стиля лолита. И по этому поводу мы, наверное, сейчас введём новую рубрику, которую давно хотели создать, и она будет называться «Куда надеять мисс Денджер?» Типати всегда проходит в очень красивых и изысканных местах, поэтому как раз именно это является прекрасным поводом выгулить свои самые лучшие наряды. Чем типати отличается от обычного мита? Обычный мит может быть, по сути, просто встречей друзей, куда не обязательно надевать самые яркие, самые пышные платья, и миты не всегда бывают тематическими. Зачастую типати приурочены к каким-либо праздникам, например, наша предыдущая типати была посвящена Рождеству. Уже второй год подряд так выпадает, что типати проходит 6 января, канун православного Рождества, и уже второй год подряд она проходит в восхитительном, пышном и торжественном ресторане «Совой». Ресторан славится своими роскошными, аутентичными интерьерами в стиле рококо, которые сохранились в первозданном виде с начала 20 века. Из особенных достопримечательностей интерьера «Совоя» это зеркальный потолок, весь в золоте, а также настоящий фонтан с живыми рыбками. Как на любой классической типати, конечно же, у нас была тематика, это было Рождество, а также программа типати включала в себя тайного санту, лотерею, гости могли сделать фотографию официального фотографа, на мероприятии работал видеограф, также каждому гостю был предложен приветственный напиток, это был либо бокал шампанского, либо алкогольное шампанское, и, конечно же, торжественный и красивый фуршет. У гостей типати была замечательная возможность сделать потрясающие фотографии в исторических интерьерах ресторана, а также пообщаться с единомышленниками и обменяться с последними новостями. Кстати, нас часто спрашивают, можно ли прийти на типати, если ты не являешься частью комьюнити. Да, безусловно, можно, потому что самое главное требование для участия в типати это быть в подходящем наряде. На типати действует дресс-код, то есть это либо лолита, лоджи или аристократ. В этом году мы были, можно сказать, хозяевами типати, встречали гостей, вели программу, помимо того, что, собственно, являлись организаторами. Также оцените наши аутфиты, которые мы выбрали. Конечно же, полностью наши образы все от Miss Danger. Для нас очень ценно, что в этом году, а также и в прошлом году, многие гости типати выбрали для своих нарядов вещи от Miss Danger. У нас собралась вот такая красивая компания, мы не могли не сделать общее фото на память все в Miss Danger. Если вы новичок в комьюнити и никого не знаете, у вас появляется потрясающая возможность завести новые знакомства и пообщаться с новыми людьми. Конечно же, чтобы принять участие в типати, нужно приобрести входной билет, и в этом году он стоил 4000 рублей. Всю информацию о ближайших мероприятиях, а также, как приобрести на них билет, вы сможете найти в группе Gothic and Lolita Festival. Думаю, здесь стоит рассказать о том, кто является организатором типати. Организатором рождественской типати является оргкомитет Gothic and Lolita Festival, куда входим и мы. Теперь, наверное, нужно пару слов сказать про сам Gothic and Lolita Festival или сокращенно ГЛЭП, как его все привыкли называть. Фестиваль существует с 2010 года, а с 2014 года мы проводим каждый год рождественские и не только типати. Так что, можно сказать, что в этом году была юбилейная типати. Кроме нас, в оргкомитет фестиваля входит наша прекрасная подруга Светлоли, а также нам помогают прекрасные координаторы, со многими из них мы работаем непосредственно с 2010 года. Про фестиваль можно рассказать много чего интересного, и я думаю, мы сделаем отдельное видео, в котором подробно расскажем о том, что такое Gothic and Lolita Festival, как он начался, что входит в формат фестиваля, и также о ближайших планах на будущее. Нам самим, как организаторам, очень понравилась пати, атмосфера была потрясающая, все гости были невероятно красивые, и вообще мы очень мило, здорово и тепло пообщались, вечер прошел незаметно, и, наверное, будет справедливо сказать, что это, бесспорно, самое красивое и торжественное событие в году. И мы ждем его каждый год с большим нетерпением. Мы надеемся, что эти красивые кадры вас вдохновили и вам понравились, и мы надеемся, что если вы увлекаетесь стилем, если вы носите Lolita и хотите познакомиться с новыми людьми, обязательно посетите типати от Gothic and Lolita Festival в следующем году. Если вы хотите быть в курсе мероприятий от фестиваля, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, а также на телеграм-канал Gothic and Lolita Festival, где будут появляться самые свежие анонсы о наших мероприятиях. А также напоминаем, что у нас тоже есть телеграм-канал. Это наша самая горячая соцсеть, где мы постим в самую первую очередь все новинки, новости и всякие красивые фотографии. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где вы сможете посмотреть все актуальные товары, а также свежие новости. И если вы являетесь пользователем TikTok, также подписывайтесь на наш канал TikTok. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, и нажимайте на колокольчик, чтобы первые получать новинки, обновления. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео, которое выйдет уже через неделю. Пока-пока! Пока-пока!